Наша фирма занимается услугами. Услуги те, которые очень непростые, очень сложные. Сложные в том смысле, что чтобы понять какую пользу эта услуга дает, вообще говоря, надо поработать, надо попробовать, поработать. Поэтому сложности у нас донести до клиента, в чем соль и в чем выгода наших услуг, достаточно сложно. И мы вдруг выяснили, что специалисты у нас продают очень-очень по-разному. То есть и техника продаж разная, и приемы продаж разные, и вот каждый находит свою какую-то изюминку и свою реализует. Так мы пришли к тому, что нам нужен стандарт продажи. Мы отработали или как бы выбрали, определили для себя вот эти критерии. Они очень простые. Первое. Совершенно точно нам нужен тот, кто в продажах не менее пяти лет. Второе. Для нас очень важно было, чтобы этот человек, мы сразу понимали, что это человек, это не просто фирма. Потому что фирма может быть с хорошим опытом, с хорошим списком клиентов и проектов, однако те люди, которые выполняли эти проекты, их уже нет. Следующий критерий. Тот человек, который должен быть с нами, он должен быть харизматичным. Этому всему соответствовала Анастасия Солнцева. Это человек, который светится, который излучает. Он очень комфортный. При этом комфорт этот не такой, что он комфортный, комфортный. То есть никакой. При этом у него очень выраженное, твердое понимание там разных вещей. Твердость при этом комфорте, она не теряет. Это очень здорово. В результате мы отработали не просто документ, мы отработали ту технологию, по которой будем работать. И эта технология не та, которая, что называется, на поверхности лежала. Мы ее только вот как бы совместно ее сформулировали. Хотя, если бы это было так, и это была бы победа. Мы нашли ходы, которые вообще говоря, изначально, приступая к этой работе, мы даже не планировали. Да, мы даже не видели их. Поэтому вот мы видим, что то, что у нас сейчас вот получается, и то, как мы это будем применять, это однозначно даст нам управляемость наших результатов с точки зрения продаж. На нашем очень непростом, очень сложном, очень плотном, тесном, жестком рынке.